Основной этап кризиса позади. Так охарактеризовал ситуацию на АвтоВАЗе первый вице-губернатор, председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов. Как сообщил региональный чиновник, по итогам первого полугодия Тольяттинская площадка выпустила всего 70 тысяч автомобилей, так что падение относительно аналогичного периода прошлого года составило 60%. До этого АвтоВАЗ такими данными не делился. Во втором полугодии руководство компании намерено нарастить производство до 140 тысяч машин, что относительно немного, учитывая почти миллионные мощности предприятия. Однако, учитывая текущие реалии, даже такой результат лучше, чем ничего. Видим, что люди возвращаются на рабочие места, производство восстанавливается и в целом можно сказать, что основной этап кризиса позади, заявил господин Кудряшов. Кроме того, к следующей весне закончится перенос производственного оборудования из Ижевска и в Тольятти начнут делать Весты. Плановая мощность аж 400 тысяч машин ежегодно, хотя прежде россияне покупали максимум 100 тысяч экземпляров этой модели. Очевидно, что декларируя региональным властям столь амбициозные планы, Лада планирует заместить своей продукцией бюджетные иномарки Кио Рио, Хёнда Солярис, Volkswagen Polo и Skoda Rapid, которые сейчас не выпускаются. При этом, как уверяют источники, инженеры российской марки номер один не планируют заниматься упрощением флагмана. Издавая электроника, планшет медиасистемы и другие приятные опции у рестайлинговой Весты останутся. Пока наиболее вероятным поставщиком электронных помощников называется китайская Тренова. Однако из-за очередной волны ковида этой фирме пока не удается наладить ритмичные поставки необходимых комплектующих. Сам перенос Весты на другой конвейер достанет из корпоративного бюджета около 1 миллиарда рублей. Такой прогноз выдал президент компании Максим Соколов. И это совсем небольшая по меркам автопрома цифра. Между тем, АвтоВАЗ наконец сумел перейти на пятидневный режим работы. До этого на тольяттинских конвейерах действовала четырехдневка, которую руководство автогиганта вело еще 25 марта. Более того, в этом году компания вынуждена переносила летний корпоративный отпуск на апрель, поскольку для выпуска автомобилей заводу остро недоставало комплектующих. В первую очередь блоков управления моторами. В итоге сейчас линия сборки Нивы работает по односменному, а гранты по двухсменному графику. Это продлится до конца августа, когда должна быть введена уже шестидневная рабочая неделя.